До конца учебного года наши учителя протарифицированы, законодательство пока еще никто трудовое не отменял, у них есть определенная нагрузка, и они до май и апрель проработают с этой нагрузкой и уйдут с ней в отпуск. Безусловно, нас волнует вопрос, а если, например, число украинского будет меньше или крайне мало, или почти не будет? Тоже мы задавали этот вопрос, и меня он очень серьезно волновал, потому что когда-то мы решали серьезную проблему отсутствия учителей украинского языка в таком объеме, как хотелось бы. Так вот, в Российской Федерации, в отличие от Украины, не надо получать второе высшее образование учителю любого предмета. Главное, чтобы он был педагог по образованию. Он может пройти курсы и преподавать любой предмет. Нас волнует серьезное комплектование кадров на следующий учебный год. Обычно оно у нас проходило в апреле, в конце. Мы задавали этот вопрос. Пока сегодня этот вопрос снимается. По какой причине? Причина здесь одна. Мы еще не знаем, по каким учебным планам мы будем учиться с 1 сентября. И по каким учебникам. И какие предметы будут плавно исключаться из наших программ, а какие предметы исключаться однозначно. Министерство образования собирает сейчас заявки на укомплектованность кабинетов физики, химии, биологии и других кабинетов, которые у нас 23 года никак не пополнялись. Мы надеемся на серьезную поддержку материальной базы. Обещания есть такие.